В округе продолжают борьбу с незаконными торговыми объектами. В Малаховке причиной сноса послужил ряд нарушений при строительстве и эксплуатации объекта. Это кафе на Егоревском шоссе появилось в 2000 году. Но за 23 года владельцы предприятий общественного питания так и не узаконили постройку. Жители неоднократно обращались и в органы полиции, в органы администрации местного самоуправления с просьбой навести порядок. По многочисленным обращениям граждан провели проверку, установили факт незаконности, оформленный на 50 квадратных метров, по факту это около 200. Основанием для обращения в суд послужил и тот факт, что кафе находилось в непосредственной близости от влетной магистрали, а разрешение на примыкание к региональной дороге отсутствовало. Решение арбитражного суда Московской области. Принято решение о сносе данного объекта в связи с тем, что данный объект является объектом самоволевого строительства. Данное решение суда вступило в законную силу. В связи с тем, что собственник объекта в доправленном порядке не исполнен судебный акт, администрации было принято решение о принудительном демонтаже данного объекта. Люберецкая администрация проводит работы по обнаружению объектов самовольного строительства. Только в этом году выявлено 115 незаконно расположенных нестационарных торговых объектов. 72 из них уже демонтированы. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.